Привет, очень приятно, что воскресенье, уже вторая половина дня. Я не с начала на этом мероприятии приехал ближе к завершению. Удивлен, что народ Годр весел, активно что-то обсуждает. Прикольно. Ну, как мне рассказали, я ближе к концу уже мероприятия выступаю. Я долго думал над темой доклада. Обычно я прихожу на GTG и что-то время от времени рассказываю. Просто потому что для того, чтобы рассказать какую-то тему, тебе нужно в нее самому погрузиться, чтобы понять гораздо глубже. А когда глубоко куда-то погружаешься, но потом получше это все узнаешь, да? Грубо говоря, я использую возможность что-то рассказать для того, чтобы самому немного получиться такой вот хак немножко. Пока ребята готовятся, расскажу о себе. Теперь я за учетерик, я организатор GTG, сейчас немножко сместил фокус, поменьше стал активно участвовать в GTG. Сменил работу недавно, работал в Microsoft, сейчас работаю в компании Handsome. Делаю прикольные, замечательные вещи. И вот время от времени, как я уже сказал, я рассказываю о каких-то технологиях. Ты презентация у нас сейчас? Да. Хорошо. Вот. И на этот доклад я понимаю, что буду ближе к концу, я долго думал о чем рассказать, взял технологии, которые мне интересны, хотел подумать, что будет, какой доклад подготовить. А потом посидел, посидел и думал, блин, ну люди придут в воскресенье, вторая половина дня, после пиццы. Вы же такие немного расслабленные. Ну, такая приятная утомленность у вас. Я решил вас не грузить и сделать такой легкий доклад про будущее. Вопрос у меня такой в аудиторию. Как вы думаете, вот если прямо сейчас подумать, что будет через 5 лет, какие технологии будут развиваться, вот прямо однозначно, как вы думаете? Дополненная реальность. Возможно, появится, да. Я слышу, я слышу. Просто моделирование. С того же моделирование полных, например, будет синхронизация, например, магазина, например, да. И вы просто от 2 очки сможете накидать себе море, паркет себе, ламинат, все, готово. Круто. Снимайте, ребят. Снимайте, это пока я не делаю. А тут нажимайся в пилу, да, всего сюда. Что-то еще? Много какие идеи, да? Интернет вещей. Интернет вещей, ну да, сейчас, да. Машин Лёнин. Машин Лёнин, круто. Еще что-то? Системы продвигали виртуальной реальности при помощи мультгалактики. Вообще круто. Ну, на самом деле, я почему вот этот вопрос задал, мне было, во-первых, интересно послушать ваше предложение, во-вторых, показать вам, что мыслей очень много. И какую-то часть, ну, какие-то направления уже видно, но все равно достаточно трудно, достаточно четко определить, что будет и как будет. Поэтому я размышляю, вернулся немного назад, в наше будущее, ну, в наше прошлое, да, когда мы были детьми, у нас были какие-то увлечения, мы чем-то увлекались, нам что-то нравилось. И, по сути, то, что нам нравилось, стало нашим настоящим. Нам нравилось играть в игрушки. Сейчас, как бы, ну, развитие игровой индустрии просто там на каком-то космическом уровне находится, да. Когда мы имели первые телефоны, наверное, вот наше поколение, ну, наше поколение, одно из первых поняло, что это достаточно клевая штука, интересная. Мы стали там играть в разные игры, набирать у родителей эти телефоны, покупать первые телефоны себе. Ну, то есть, по сути, мы, будучи еще детьми, пытались, ну, мы вот наше настоящее в прошлом, мы сделали, так для нас настоящее было тогда будущее, и мы это будущее сделали для себя сами. Я подумал, и... Ну, кого есть дети? Поднимите руку. Сторого, Саня. Вот, блин. Отлично. Я вот на это и рассчитывал, да, и на это рассчитывал, что аудитория будет моложе, чем я, и мало такого дети. А у меня дети уже есть, поэтому я имею прекрасную возможность за ними наблюдать, спрашивать у них что-то. Я подумал, что если позадаю какие-то вопросы интересные про наши настоящие технологии у детей? Что они и не думают вообще? Как дети относятся к тому, чем мы сейчас все с вами пользуемся? И вот такой вот видосик я снял. Я взял свою дочку, я, мне 7 лет, племянника своего, да, что-то включать, племянника своего, ее одноклассника, и их одноклассницу. Вот взял трех ребятишек и поддавал ему вопрос. Снял видосик, так вот, чтобы мы сейчас не особо напрягаем мозги посмотрели этот видосик. Может быть, даже в детстве что-то посмеялись. А программисты чем занимаются? За компьютером сидят. Просто сидят? Работают. Просто работают? Да. Ну как работают? Че именно делают? Не знаешь даже? Нет. А вот на телефоне, когда ты играешь в игру, кто эти игры придумывает? Кто их делает? Не знаешь? Те, кто сидит... Разработчики. Разработчики? А разработчики и программисты, это разные люди? Да. Да? А кто такие айтишники? Слышала ты вопрос? Угу. Слышала? Кто такие? Хотел тебя спросить, ты вообще знаешь, кто такие программисты? Ну, это такие люди, которые, ну, компьютеры, всякое с ними делают, ну, со всякими другими устройствами. Они в этом разбираются. Да? Да. А слышала такое слово? Айтишники. Это, кажется, какие-то телефоны. Слышал слово такие программисты? Да. Кто это такие? Они делают всякие программы для работ и игры. И игры делают, да? Да. Еще и фильмы могут. Еще фильмы могут. А кто такие айтишники? Не знаю. А ты знаешь, что такое интернет? Да. В интернете можно практически на все вопросы найти ответ. Там только надо напечатать вопрос и нажать кнопку поиск. А какие ты вопросы задавал в интернете? Еще пока никакие. Что такое интернете? Где все можно сделать? Все можно сделать? Что именно сделать? Что ты делаешь обычно в интернете? Играю. Играешь? А что еще делаешь? Смотрю. Смотришь что-нибудь? Пультики. А как ты находишь что-то в интернете? Пишу. Просто пишешь? А где ты пишешь? В гугле. А ты знаешь, что такое интернет? Да. Что это такое? Ну, это такая вещь, на которой можно всякие фильмы, мультфильмы смотреть, новые игры играть, на ютубе сидеть. На ютубе сидеть? А что ты там делаешь обычно в интернете? Ну, я сижу на ютубе и смотрю ютуберов. Ютуберов смотрю? Да, ютуберов. А кто такие ютуберы? Это люди, которые видео снимают и на ютуб выкладывают. Да? И тебе нравится? Ну, да. Да? А кого ты смотришь? Взрослых ютуберов или ребятишек? Ну, там, которым лет 18, 15, 16. А, ты взрослых уже таких смотришь? Да. А ты знаешь, что такое гугл? Да, это вещь, на которой можно найти что-нибудь, написать и найти. Можно даже сказать это, и оно тебе само найдет. Да? Да. А что такое Яндекс? Ну, это почти то же самое. Там пишут, ну, и оно находит. А что такое гугл, знаешь? Гугл, да. Это такой интернет, где только там есть голосовой поиск. Угу. А что такое Яндекс? Яндекс – это интернет, только, кажется, он ускорен. Угу. Какой еще бывает, Яндекс? Яндекс – это интернет. Яндекс – это интернет, который еще более ускоренный. Яндекс – это интернет, и Яндекс – это интернет, и он защищен от вирусов. Ух ты, а ты откуда это знаешь? Из рекламы. Так. А что такое Ютуб? Да, можно смотреть фильмы, сериалы, мучки. Да? А ты пользуешься Ютубом? Да. Часто? Да. Сколько можешь в Ютубе просидеть? Часто. Час? А больше можешь? День. А два дня можешь? А что такое Ютуб? Ютуб – это такой сайт, там можно находить всякие видео. А ты какие видео там находишь? Ну, потому что там всякие каналы, каналы, которые это, там всякие игры делают. Да? Да. Ты любишь? Там всякие игры, это, играют. Да, люблю. И ты смотришь, смотреть, как другие играют? Да. И сам не играешь? Ну, бывает иногда игра, когда в гости иду. А почему тебе интересно смотреть, как другие играют? Ну, потому что игры могут быть интересны. А что такое флешка, знаешь? Ну, это вещь, на которую можно всякое, ну, оно туда помещается. И это, ну, большое, которое можно в компьютеры всякие, на телевизоры поместить. Ну, с компьютером, например, или с какого-нибудь другого предмета, переместить на другой предмет. А что такое флешка? Это, где скачиваешь что-нибудь. Как оно выглядит? Прямоугольник и квадрат. А куда можно флешку вставлять? В компьютер. А еще куда? В телевизор. А еще куда? В влог. А ты знаешь, что такое флешка? Флешка, да. Это там, наподобие диска, только его надо вставлять там во всякие предметы. Например, телевизор, компьютер, ноутбук. А что такое USB? USB это там электронная карта с находкой, с проведением дороги до того, куда хочешь доехать. Что такое дискета? Что такое пластинка? Это, в которое ставишь в проигрыватель. Да? А где ты такое знала? Ты говорил. А если бы я тебе не говорил? Я это знала. Так, а что такое видеокассета? Не знаешь? Это просто кассета. А тогда такие вопросы. Знаешь, что такое дискета? Ясно. А что такое дискета? Дискета? Ну, я думаю, то, что это диск. Да? Да. Потому что слово похоже? Да. А так не знаешь? Угу. А если бы ты придумывала программу сама для компьютера или для телефона, то какую бы ты программу хотела придумать? Ну, например? Ну, что тебе нравится? Игра. А если бы ты придумывала программу или игру для телефона или для компьютера, ты бы какую игру сделала? Гонку и битву 2 в 1. Гонку и битву 2 в 1? Да. И что там там можно было делать? Там это... Там, может, на машине надо уезжать от кого-то, чтобы побыстрее добраться. А битву, чтобы там немного поинтереснее было. А кого надо будет бить? Ну, зомби в случае самообороны. Ага, понятно. А это не злая игра? Нет, ты там, наоборот, должен спасти мир от зомби. Я бы хотела, чтобы игры, как у айфонов, можно было закачивать на Самсунг. Чтобы игры, как на айфонах, можно было закачивать на Самсунг? Да. Ух ты, потому что, почему? Потому что у меня Самсунг, и у меня айфон появится только на мой день рождения. А мой день рождения 29 февраля. А что ты обычно делаешь, за телефонами или за компьютером? Игра. Да? А учишься? Нет. А родители что делают? Или дядя, тетя? Работают. За телефонами иногда играют в свободное время. А что ты делаешь обычно за компьютером или за телефоном? Ну, на телефоне я музыку слушаю. На компьютере так же. Музыку слушаешь? Да. Музыку люблю. А родители что делают? Папа, ну, играя в всякие игры на компьютерном телефоне, он видео смотрит. И на компьютере он, ну, с моим дядей болтает. А у тебя есть свой телефон? Да. А что ты за ним обычно делаешь? Играю. Только играешь? Мультики. Только мультики? И все? А, например, вам задают какую-нибудь в школе сказку прочитать? Да. Где ты читаешь? В телефоне. А кто тебя там находит? Я. Как ты пишешь? Говорит. Как говоришь? Ки-гугл. И потом что? Ки-клинигу. И он находит? Интересно. А что делают родители за телефоном или за компьютером? Сидят. Сидят? Много сидят. Много сидят. Что они делают в телефоне? Мама играет. Играет, а папа? Работает. А вот смотри, вот лежат тут телефоны на столе. Какой бы из них ты хотела? Там много разных. Этот. Вот этот он? Нет, беленький, беленький. Беленький? А почему? Потому что я мечтала о беленьком. Ну, возьми его в ручке. Только потому что он беленький ты хотела бы увидеть? Да. Да? Да. А какой это еще телефон? Чем отличается вот этот телефон от других, например? Кроме того, что он беленький. У него такая фигня. А какой бы ты телефон хотел себе? Самсунг. Самсунг. А какой цвет? Белый. Белый. А вот тут перед тобой два телефона лежат. Возьми их. Хотела бы... Какой бы из них хотела? Ну, возьми их. Белый. Ну, такой бы хотел. А почему? Белый. Да. Потому что это айфон, и в нем можно это ускорить и замедлить видео. И фотошоп есть. Понятно. Диск. Диск? Да, диск. Для чего? Чтобы за ним смотреть фильмы. Да, фильмы. Нет, а я думала, что они диск. Я думала, что кассета. Для чего она? Чтобы смотреть видео и фильмы. Я думала, секундомер. Секундомер? Ну, да, секундомер. Или часы. Может быть, это и часы. Потом написано МОТОРОЛО. Часы. Часы. Так. А вы такие видели из часы? МОТОРОЛО. МОТОРОЛО. МОТОРОЛ. МОТОРОЛ. А что ты там видела? Нет, я видела, но наподобие. Там у меня, у меня есть, только там, у меня жалко, и только при темноте видно. Весы? Весы? А, я думаю, не весы. И чё это? Сам не знаю. Приставка! Приставка, да. Приставка. Вы видели такое? Нет. Нет. Ну, понятно, что приставка, потому что джойстик. Только он премиугольный. А, вот это что такое? СОНИ! ПЛЕЙЕР! ПЛЕЙЕР? Да, да. А что с ним нужно делать? Слушать музыку. Слушать музыку, ну. Это мой СОНИ! Твой СОНИ? СОНИ. У меня телефон СОНИ. Томагочи. Ну, это... Да, Томагочи. У меня есть Томагочи, розовый. Это... ми... ми... мини-видеоприставки. Мини-видеоприставки? Да. Только там кнопочки. Маленькие. Да. Но всё время... ПИИ-ПИИ! А что Томагочи делает? Для чего? Чтоб с ним играть. Да. Что он умеет ещё? Играть. Лучиться. Ходить в туалет. Как его там? Тип телефона какого-то. Ну... Ну, да. Я забыл как называться, но это... Типа там... Ну, наподобие Томагочи. Там несколько игр есть. Да? На некоторых. А, Тетрикс. Тетрикс. Наподобие Тетрикса, только там может быть цветная. Ну, то... Ну, как бы там и Готик, только там другие игры есть. А какие игры? Там чё, ну погоди. Вы видели игру на погоди? Да, я хотела, я скочить, но не хочу. Там только яйца ловить. И всё? И это неинтересно? Да. Фотоаппарат. Фотоаппарат. А у вас есть такой? Вы видели такой фотоаппарат? Нет. Нет. А почему он такой большой, как ты думаешь? А, потому что там ещё, может, снимок через несколько секунд лазит. Да, а ты откуда знаешь? Там дырка. Ну, и я это видел. Там либо в мультиках, либо по телевизору. Там дырка. Ну, всё. Спасибо. Я хотел ещё какие-то выводы для себя сделать. Во-первых, какие выводы? Во-вторых, вы же все увидели, что реклама работает. Особенно надеюсь. И те слова, которые они слышали, например, с телевизора, или с интернетом, смотря YouTube, они все работают абсолютно. Все выгиблили айфон. Не знаю почему, но ещё и... Да. А что, по-второму? А? Коему-второму? Ну, там был на выбор ещё парочка телефонов. Samsung, Asus и Nexus был последний. Тоже большой. То есть, по размеру там было всё примерно так же. Цветом он только отличался. Во-первых. Во-вторых, ну, почти все они знали, что с яблочком телефона. Ну, это почему-то телефон с яблочкой. У меня, например, дочь некоторое время назад смолла папу купильником ноутбук с яблочком. Я говорю, зачем? Ну, оно светится и всё. Какие-то вещи из прошлого, они тоже напоминают о себе. Мы видели, что дети узнают вещи, которыми они не пользуются вообще. Потому что смотрят мультики, ходят там с бабушкой, с дедушкой, в фильме, они мне покажут. Тот же Polaroid, ну, Тамерлан где-то видел. Говорит, что мультик они не пользуются сейчас. Ютуберы наступают, да? То есть, они прям дети современные, очень много смотрят Ютуба. У меня есть ещё вторая дочка, ей 3 годика. У меня спрашивают дочь, что такое Ютуб? Она говорит, это мультики. То есть, ну, для них Ютуб это уже что-то неотъемленное. Для нас это какой-то дополнительный сервис, про Южи Сити Даум. Мы там потихонечку начинаем пользоваться. Для детей это вот уже штука, которая в их жизни есть. И она у них прямо ассоциируется с какими-то их потребностями. Кроме того, ну, мне так кажется, что дети современные, они меньше смотрят телевизор, больше смотрят декорку. Вот, по крайней мере, мои. Ну, ну, особенно потому, что другие дети освещают. Вроде бы, как получается, все. А ещё, ну, замечательно, такое наблюдение интересное. Когда я играл в Дэдди, меня мама ругала, что я много времени провожу за приставкой. Папа поругивал. И мне было очень стыдно, потому что мама не играет, мама занята все время. Папа не играет, папа работает, делает работу. А я вот развлекаюсь. И мне действительно казалось, что играет какая-то такая штука, ну, в которой надо поменьше вниматься, потому что это не очень правильно, потому что правильно работать, а играть надо в свободное время. Современные дети видят, что все играют. Папа играет, мама играет, баба играет, беда играет, все играют. У Дэдди же была аппаратная пока хичи, что она работала час, а потом она отложила их. Ну да, и отложила их. Ну, короче, как бы это неожиданно. А сейчас играет все. И вот это поколение вырастет для них быстрее игростроения, игр, и это будет, ну, не как ли она, значит, шапкает на тренингах. Вообще, отдельная штука. Можно, конечно, много негатива в этом увидеть, но я бы как программист смотрел на это как можно. Ну, вот игры, они развиваются, все играют. И я думаю, лет через пять, лет через десять все будут играть. Ну, понятно, что, возможно, какие-то другие игры, возможно, с виртальной реальностью, с дополненной реальностью. Но игр будет больше, и я буду всегда. Дети прикольные, если бы реально весело. Я провел с ними пару часов, смеялся, там много еще не вошло. Потом я еще смонтировал это и тоже смеялся. Вот, надеюсь, вам тоже понравилось. Может быть, у вас как-либо... Вот, завершаем доклад, я хотел завершить его нестандартно. Обычно после доклада докладчику все вопросы задают. Но я тут как бы не особо докладчик, здесь дети в основном докладчики, вопросы вы мне особо не зададите. Я хотел бы вам вопросы задать. Какие вы вот выводы увидели, посмотрев такой видосик? У кого надо, что я внесал? Свою аудиторию надо искать денег, которые сейчас растут, лет семь-восемь. Лет семь-восемь и ты покоришь мир, да? Если ты что-то делаешь для этих детей сейчас. Я немножко тоже попал в это направление. Можно я после облиграю слышу, что устроюсь? Давай, давай, конечно, конечно, какие проблемы. Ну давайте тогда тратим сейчас вид. Спасибо, ребята. Всем привет, меня зовут Саша. Ну, это, внезапно. Просто я тоже этим занимался, но тоже везти. Тот, кто понял, что я ребенок, это я. Вот. Мне стало интересно, то есть, чем повлекаются дети. А ему еще пять лет, все. Я знаю других ребят, все ему восемь-девять лет лет. И я начал смотреть, чем повлекаются, ну, что, как дети видят мир, как они видят интернет, как они пользуются технологиями. Я вам хочу сказать, что вы все старые. Вы все еще не понимаете, как пользуются, как работает интернет, как работает информация. Например, все дети, которых я знаю, я у кого спрашивал, там, максимально говоря, вопрос, все дети пользуют голосовым поиском. Все. Они обожают голосовый поиск. Они знают, что информация поступает моментально и моментально уходит. Они между собой, дети, не умеющие читать и писать, между собой общаются, включая интернет, очень легко при помощи голосового сообщения. Это вайвер, это ватсап. Я слава взял голосовое сообщение на телеграмм, теперь у них у людей есть и телеграмм. Но это вообще не мастерной служеб тоже для стариков. Есть такая штука, называется SnapChat. То есть, если кто не пользовался, это абсолютно непонятно для вас, просто для людей с паттернами, непонятная вещь. Какая хрень, капец. Там, короче, кнопка, ты отсылаешь фоточку, держишь пальчик, фоточка существует, опускаешь, нет контента. Все. Они передают контент моментально. Именно моментальность информации для детей воспринимается как что-то должное. То есть, то, что есть всегда. Когда мой ребенок приходит к бабушке домой, он говорит, баба, дай телефон. Она ему дает свою ногу. Он говорит, баба, как включить мультики на телевизоре? Она не понимает. Вот. И, то есть, SnapChat, это интерфейс, который, он не такой, как вы привыкли. Это говорит о том, что вам нужно дом перестать, если вы проектируетесь, или работаете с вебом, с приложениями, с интерфейсами. Перестаньте думать старыми паттерами. Пытайтесь найти что-то новое. Возможно, именно в новом поведении, которое будет... Как вам кажется, что не очень удобным, но само по себе действует как-то иначе, чем сейчас. Возможно, из-за этого вы найдете свою новую аудиторию. Вот. Голосовое управление, голосовой поиск очень важно. Они этим пользуются регулярно. Для них это... Ну, тут это есть. Ютуб. Ютуб это капец. Вот прям... Это реально. То есть, дети, пацаны... Вот, когда мне было лет 12, я играл в игры, да? Там, в Кан, в Кан, в Кан, не было, да еще. Старкрафт играл, в Варкрафт играл, в Андреэл играл, в Фейк играл. Такие вещи. Дети не играют, дети смотрят стримеров. Это прям поголовно. Они знаходят чуваков, которые играют и комментируют. Им важно комментирование, ну, пассивный процесс потребления контента для них более предприятен, чем, собственно, ну, то есть, генерация самого детства. Вот. Тач стильных. То есть, если на что-то нельзя нажать пальцем, прямо туда-туда, это вызывает проблем у ребенка. Потому что он не понимает. То, что с тобой кнопочный телефон, он не может... Он нажимает экран, почему экран маленький, не реагирует, ничего не происходит, телефон полон. Ну, все. В таком плане, то есть, тач, голосовой поиск, новые интерфейсы, постоянный контент, постоянный обмен контентом моментальный, это то, к чему дети привыкли. И мне кажется, если вы хотите оставаться на волне, вам к этому нужно тоже привыкать, потому что сейчас именно они, как бы, это ваша будущая аудитория, которая уже, кстати, по-другому, отлично от вас. Не встареете, в общем, смотрите, тем, как вы посидите. Спасибо. Спасибо.